В отношении обвиняемого в убийстве бизнесмена, трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова, избрана мера пресечения. Его заключат под стражу до 12 января следующего года. Заседание Якутского городского суда по этому вопросу прошло сегодня. С подробностями Евгений Тайтонов. Тело известного спортсмена Иннокентия Макарова, без вести пропавшего 5 ноября, было обнаружено на 45-м километре Вилюйского тракта, в 30 метрах от федеральной дороги в лесном массиве. На кадрах видно, что жертва лежит здесь не первый день, его замело снегом. На убитом нет верхней одежды и обуви. Благодаря кропотливой работе оперативно-следственной группы удалось установить подозреваемых, которые и сообщили о месте, где находится убитый. По подозрениям в совершении данного преступления, 22 ноября текущего года задержан житель села Ой, Хангаласского района республики, 1981 года рождения, который дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Кроме того, установлена личность мужчины 1966 года рождения, который помогал в сокрытии тела потерпевшего. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 316 Уголовного кодекса Российской Федерации «Укрывательство преступления». Расследование уголовного дела продолжается. По версии оперативников, первый после убийства позвонил своему подельнику, чтобы тот помог ему сокрыть следы преступления. На теле погибшего следователи насчитали не менее семи ножевых ранений. Сегодня городским судом принято решение о мере пресечения заключения под стражу, обвиняемого в убийстве, мужчине 81 года рождения. Суд постановил ходатайство следствия по возбуждению перед судом ходатайства об избрании меры пресечения и заключения под стражу удовлетворить. Меру пресечения заключения под стражу на один месяц 20 суток, то есть до 12 января 2018 года, включительно. А суд по принятию решения о мере пресечения подозреваемого в сокрытии преступления состоится завтра. Гражданская панихида по Иннокентию Макарову пройдет 28 ноября в спортивном комплексе «50 лет победы». Евгений Тайтонов, Владимир Павловт, НВК Саха, Якутск.